На неделе Михаил Игнатьев потерял должность главы Чувашской республики. Президент отправил в отставку с формулировкой в связи с утратой доверия. Доверие Игнатьев терял последовательно. Сначала он призвал мочить журналистов. И тут я передаю привет еще одному главе региона, которому журналисты портят инвестиционный климат. Так вот, потом Игнатьев заставил сотрудник МЧС исполнить трюк, больше характерный для маленькой дрессированной собачки, попрыгать за ключами от машины. Есть такие невежливые люди и в Мордовии. Отличился глава поселка Тургенева в Ордатовском районе Иван Аверьянов. Он ответил на письмо местных жителей так, что те были дьявольски удивлены. Отмечу, что Иван Васильевич мочить журналистов не хочет. Но вот что за черт нашептал ему текст скандального письма, он рассказал Светлане Лошиной. Ответное письмо главы Тургенева Ордатовского района Ивана Аверьянова местной жительницы стало достоянием общественности благодаря социальным сетям. Жаловались на обледенелую дорогу. Написали 31 декабря 2019 года заявление в местную администрацию о том, что дорога на улице покрыта льдом. Две встречных машины разъехаться не могли. В общем, обслуживание дороги не производилось вообще. 14 января получили ответ от главы администрации Ивана Аверьянова. Спустя две недели? Да еще какой ответ? Зачитаешься. Хочется спросить, кем возомнил себя человек, который писал этот ответ? Если обычно людей возмущает бездействие чиновников, то тут предметом всеобщего негодования стал подробный и красочный рассказ. Что касается последних дней декабря, когда из-за капризов погоды полстраны покрыто льдом, то от сюрпризов природы никто не застрахован. И к этим явлениям нужно относиться с пониманием, а не кричать на всю страну. Иван Аверьянов к журналистам относится с тем самым пониманием. Прятаться не стал. Как и в письме, начал свое повествование о положении дорожных дел в поселке со статистики, которой владеет уверенно и которую в ответе на обращение упомянул для сведения. У нас на территории Тургенецкого городского поселения 48 улиц. Протяженность дорог 34,5 километра. Из них 18 километров они покрыты асфальтом, остальные считаются они грунтовыми дорогами. На ту самую дорогу преткновения, что пролегает по улице Чапаева, Иван Васильевич сопроводил нас на собственной Вазовской семерке, чтобы показать, не так плохо обстоят там дела. Пока добирались до места, отметил, улица Чапаева небольшая, всего 32 дома, а протяженность дороги 300 метров. Зато освещают ее три фонаря. Чистят регулярно, потому в письме чиновник ответил, какими навыками нужно обладать, чтобы разъехаться на грунтовке. Если вы не смогли разъехаться со встречным транспортом, то здесь, кроме знаний, где педаль газа и кнопка магнитола, нужны более серьезные водительские навыки. Это приходит со временем. Вы в письме написали, какими навыками нужно обладать, чтобы все-таки ездить вот на такими дорогах. Вот, допустим, друг с другом разъехаться, ну тут надо одному туда сдать, притормозить, не то что проскочить мимо друг друга. Я это вот и вновь веду. К слову сказать, в последнее время чиновники часто имеют в виду что-то не то. Буквально в пяти километрах от здания администрации Тургенева начинается соседняя Чувашская республика, чей теперь уже бывший глава Михаил Игнатьев за последнюю пару недель прославился на всю страну. Сначала в честь Дня печати призывал, цитата, «мочить журналистов и блогеров, которые критикуют власть». А потом и вовсе публично играл с руководителем местного МЧС в игру «А ну-ка отними» на вручение новой спецтехники. У жителей Мордовии закрадываются сомнения, а не странный ли какой вирус пришел с Чувашской земли и заразил Тургеневского главу, которому, ровно как и Михаилу Игнатьеву, пришлось оправдываться за свой творческий порыв в официальном документе. «Конечно, я, может, и эмоционально ответил, конечно, тут не обошлось и без этого. Но, знаете, я ни в коем случае не хотел никого обидеть. Здесь население почти 5000 человек. Если я буду на каждого обижаться, то лучше мне не работать. Я всех принимаю, всех понимаю, и ни в коем случае на личности я не перехожу». Правила деловой переписки, переход на личности и не предполагают. Это понятно, пожалуй, каждому. Мы пытались получить анализ письма у специалистов. Но в Саранском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, учебном заведении, можно сказать, профильном для управленцев, такого эксперта не нашлось. Педагоги-филологи Мордовского госуниверситета тоже не рискнули критиковать официальное письмо чиновника. Зато депутаты высказались. Смотря картину в Тургенево, я вижу картину во всей стране в целом. С людьми надо обходиться, как с людьми, а не как с холопами. Отчасти желание быть ближе к народу, говорит Иван Аверьянов, и сыграло злую шутку. Хотел ответить максимально доступно и понятно. А получилось обидно и возмутительно. «Я много общался с людьми и сейчас общаюсь. Это моя стихия. Я, пусть будет, может, не так сказано, я не люблю бумаги, я люблю общение живое. Мне лучше и приносит удовольствие то, что я делаю». Только быть хорошим управленцем – это не только разговоры, разговаривать, но и соблюдать принятые нормы общения. А фривольная манера письма, по мнению депутатов, может заставить Ивана Васильевича сменить профессию. «Почему глава так общается с людьми? Наверное, это не поддается никакому осмыслению. И необходимо вышестоящему руководству сделать определенные выводы. Выводы должны быть в том плане, как проводится кадровая политика. И вот подбор кадров, он в последнее время очень, скажем, важен из-за того, что президент у нас поставил определенные задачи». Президент в последнее время и правда не один раз подчеркивал, что задача чиновников – служить народу. А буквально на днях на встрече с общественностью заявил, что наказание за осхрабление чести и достоинства и хамства по отношению к гражданам для госслужащих должно быть гораздо строже, чем для обычных людей. Вопрос с главой Чуваши и Михаилом Игнатьевым решился в несколько этапов. Сначала от него отреклась партия, исключив чиновника из своих рядов, а потом Владимир Путин снял его с должности с формулировкой в связи с утратой доверия. И этот случай не единичный, так что чиновникам любого уровня стоит задуматься. А Иван Аверьянов, похоже, все-таки сделал выводы. Слово можно и обидеть, да, действительно. Люди, мы все разные, и по-разному относимся. Там, высказывания, у каждого свой характер. Но все-таки вы официальное лицо и писали. Ну да, действительно, да. Как официальное лицо, надо просто-напросто официальные ответы. То есть теперь вашим жителям не ждать больше таких творческих ответов? Я и не старался так творчески отвечать. А можете еще лучше? Нет, будем более понятным языком и официальным подходом. Красноречие исключим. Что написано пером того, как известно, не вырубишь топором. И в подшивке исходящей корреспонденции администрации Тургенева ответное письмо главы будет храниться еще долго, если не сказать, что ляжет не самым светлым пятном на репутацию Ивана Аверьянова. Светлана Лашина, Александр Данилов, Павел Толобаев. Программа «В центре внимания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова